Здравствуйте! Вы смотрите «Диалог». Сегодня с гостем в студии мы будем говорить о благополучии нашего региона с точки зрения экологии. Присоединяйтесь! Присоединяйтесь! Работал в областной налоговой инспекции. С 1997 по 2016 год занимал разные должности в Комитете государственного контроля Гомельской области, в том числе заместителя председателя комитета. В 2016 году возглавил Управление антимонопольного и ценового регулирования Гомельского облсполкома на нынешней должности с января 2018 года. Вопросы Андрея Сущевича вы можете задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Андрей Николаевич! Добрый вечер, Ольга! Как известно, этот год в Беларуси проходит с особенно пристальным вниманием к малой родине. И для каждого человека это свое какое-то место, по-особенному важное и дорогое сердцу. Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, какие это места для вас? Ну, я родился и все время проживал в городе Гомеле. Так что моя малая родина – это город Гомель. Что бы вам хотелось сделать для своей малой родины, для города Гомеля, то, что вы в силах, то, что от вас зависит, каким бы вы хотели его видеть в будущем? Ну, хотелось бы, чтобы город Гомель оставался таким же зеленым, привлекательным, чистым, красивым городом. Ну, и, как говорится, занимал достойное место в Республике Беларусь. Вот о том, как раз какая работа проводится в этом направлении, мы будем сегодня говорить. Я надеюсь, что к нам присоединятся наши телезрители. Ну, а пока предлагаю посмотреть сюжет. Накануне вместе с сотрудниками комитета в рейд отправились наши корреспонденты. Внимание на экран. Каждая новая неделя у работников лесничеств Гомельского опытного лесхоза начинается одинаково. С массовой уборки мусора на организованных местах отдыха. Культура отдыхающих часто действительно оставляет желать лучшего. Эту площадку примерно в 10 километрах от Гомеля в Макеевском лесничестве оборудовали около 4 лет назад. И теперь как минимум дважды в неделю наводят здесь порядок. Несмотря на установленный контейнер, мусор до него доносится далеко не всегда. При том, что и сам контейнер периодически поджигается. В какой-то период деревянный заменили на металлический. Однако его украли уже через две недели. Это место отдыха не несет никакой прибыли. Только затраты. Потому что мы тратим рабочее время на уборку мусора. То же самое надо покупать талоны для того, чтобы этот мусор на свалку, допустим, городскую приняли. Но тем не менее, я считаю, что такое место должно быть. Потому что людям где-то надо отдыхать. И они не разбредаются, по крайней мере, по всему лесу. Уже знаешь конкретно, где в каком месте они намусорят. Где в каком месте они подожгут тот самый костер. Навести порядок на реках и озерах – такая задача ставится перед участниками акции «Чистый водоем». Четыре года ее проведения приносят положительные результаты. Мусора на берегах становится меньше. Хотя полностью решить эту экологическую проблему пока не получается. После отдыха люди все еще оставляют. После себя пакеты и пластиковые бутылки, стеклянную посуду и даже одежду с обувью. Особенно актуально это для территорий, не имеющих статуса официальных мест отдыха. Хотя и там нарушения встречаются тоже. В основном в рамках обследования выявляются такие нарушения, как стоянка автотранспортного средства ближе 30 метров от уреза воды. И отходы люди оставляют вблизи водного объекта в прибрежных полосах, несмотря на то, что контейнеры установлены на этих зонах отдыха. Акция «Чистый водоем» – только одна из составляющих комплексного плана мероприятий по наведению порядка на земле. В год Малой Родины внимание к этому вопросу будет повышенным. В первом квартале этого года территориальные органы Минприроды обследовали ряд производственных площадок, придорожных полос и мест массового отдыха. Результат – многочисленные нарушения требований природоохранного законодательства. Выявлено свыше полторы тысячи нарушений предохранного законодательства. С целью их устранения выдано значительное количество предписаний. Вместе с тем, за неуполнение выданных предписаний более 130 должностных лиц привлечено к административной ответственности. Сумма штрафа составила свыше 20 тысяч рублей. Часть мусора, собранного во время акций по наведению порядка на земле, сегодня попадает на Гомельский экспериментальный сортировочный биомеханический завод. После переработки отходы будут направлены на профильные предприятия, где превратятся во что-то полезное. Другое дело, что рассортировать все отходы здесь просто не могут. Не хватает мощностей. Еще одна проблема состоит в том, что сегодня этот процесс экономически невыгоден. Средств, собираемых у населения на вывоз мусора, элементарно не хватает. Как итог, на введенном в 1968 году полигоне твердых бытовых отходов этих самых отходов накопилось уже около 4 миллионов тонн, что более чем вдвое превышает его возможности. И это еще одна экологическая проблема. Данный завод, введен в эксплуатацию в 2007 году, это первый завод в республике. Его мощность максимальная на сегодняшний день 60 тысяч тонн в год. То есть, если взять в масштабах города Гомеля, то мы третью часть отходов имеем возможности сортировать на этом заводе, а две трети, к сожалению, идут напрямую на полигон. Впрочем, не меньшей проблемой для экологии являются и свалки, намного меньшее, чем Гомельский городской полигон. Вот это находится вблизи одного из садоводческих кооперативов. Распространенное мнение о том, что старые вещи заканчивают свою жизнь на дачах, часто являются мифом. Вопрос в другом. Почему мусор, явно вывезенный на машине, не доехал до города, где есть места для его складирования? Не могу сказать, что все 100% дачники такие безответственные и бескультурные. Есть и хорошие люди. Но проблема существует. Они собирают эти пакеты, не чтобы в соответствии со схемой обращения с отходов, которые существуют в садоводческих товариществах, утилизировать все отходы. Они вывозят в ближайшие леса, на ближайшую остановку. Ну и, соответственно, потом приходится принимать действенные меры уже к таким нарушителям. Совместный рейд экологов и журналистов завершается вблизи деревни Бобович и Гомельского района. В эти дни здесь развернулось настоящее сражение с борщевиком Сосновского. В принципе, это растение занимает на территории области около 96 гектаров, часто совсем не худших и пригодных для сельскохозяйственного использования земель. Проблема состоит в особой живучести борщевика, который в Беларуси практически не имеет естественных врагов. Однако растение может давать до 30 тысяч семян, которые сохраняются в почве до 10 лет. В этом году Гомельский облсполком на борьбу с этим инвазивным видом выделил около 24 тысяч рублей. Еще почти 45 тысяч на эти цели направят пользователи земельных участков. Мы систематически его обкашиваем примерно 3-4 раза в сезон и пытаемся проводить химпрополку, потому что у семян около 9 лет схожесть в почве. Ну, тяжело, но боремся. Вы смотрите «Диалог». Андрей Сущевич, председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды у нас сегодня в гостях. Весна, в первую очередь, это время наведения порядка на земле. Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, как в этом году проводится работа, как вы ее оцениваете, есть ли какие-то сложности? Значит, работа по наведению порядка на земле, ну, она принята, ведется в Гомельской области достаточно на высоком организационном уровне, с тем, чтобы она была упорядочена. Областью принято, утверждены показатели наведения порядка на земле на 2018 год. В рамках наведения, в рамках этого плана определены конкретные мероприятия. Они определены и разбиты по квартально, и по объектам в каждом районе и по каждой территории. Значит, можно отметить, что по итогам четырех месяцев текущего года обеспечено выполнение основных показателей этого плана. Так, на территории Гомельской области обустроено 37 спортивных игровых площадки на дворовых территориях при многоэтажной застройке, обустроено 142 площадки для сбора отходов, установлено 349 контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного отхода 97 контейнеров. Проведен ремонт уличной дорожной сети на площади 197 тысяч квадратных метров, снесено 490 ветхих пустующих дома. Значит, кроме того, были приведены в соответствующее состояние мемориальные комплексы, обелиски, места боевой славы за хранение воинов и партизан. Также были приведены в надлежащее состояние гражданские кладбища. Значит, на них обустроено ограждение, оборудованы соответствующие площадки для сбора отходов и установлены контейнеры. Кроме того, рекультивированы 8 выведенных из эксплуатации мини-полигонов, а также проведены лесохозяйственные мероприятия, в результате которых были расчищены в лесах захламленность убрана. На самом деле, направлений очень много, список такой впечатляющий. Андрей Николаевич, на самом деле, для того, чтобы оценить порядок, достаточно просто взглянуть на какое-то место, на водоем, на зону отдыха, на лес, чтобы понять, ну вот есть тут порядок или тут порядка нет. Есть что-то такое, что не понравилось вам во время этой работы? Значит, ну что я хочу сказать, здесь вот эта вся работа, которая проведена, осуществлена по наведению порядка, работа достаточно сложная, и взаимодействие необходимо со стороны как служб природоохраны, служб ЖКХ, местных органов власти, служб лесного хозяйства. Только вот соединим вот эти все службы, мы можем навести и привести в надлежащее состояние нашу территорию. Нашу территорию, наш общий дом. Конечно, было бы странно, если бы только экологи приезжали и за всеми, у всех на территории делали бы уборку. Было бы действительно это как-то несправедливо. Работать должны все, каждый должен отвечать за свой участок. Так вот, эту как раз слаженность, эту организованность, как вы оцениваете, какую бы вы оценку поставили? Я бы отметил это как высокая достойная оценка проделанной работы. Ну, как говорится, сам результат говорит за себя. Да, есть отдельные моменты, как видели в видеосюжете, не все граждане нормально воспринимают то, что надо донести мусор до урны. Да, зато очень хорошо воспринимают, если кто-то приезжает, потом за ними это убирает. И опять чисто все аккуратно, и можно продолжать жить так же, как и жили. И грешить на то, что у нас нет мусоровоза, у нас сбор не организован. Поэтому пеняйте на себя, товарищи. Андрей Николаевич, еще один очень такой вопрос болезненный, почему-то особенно болезненный весной, когда все пробуждается после зимы, когда все цветет, хочет жить. Почему-то происходит обрезка деревьев, и иногда деревьев цветущих. И вот этот вопрос, он для понимания очень сложен. Скажите, пожалуйста, экологические службы участвуют в определении, что именно, какие именно насаждения грецкие должны быть подвергнуты спилу? Я про понятно. Ну, я хотел бы здесь сказать, что экологические службы, они как таковые, сами и не участвуют. За нами контроль за тем, чтобы вот это удаление объектов растительного мира происходило в соответствии с действующим законодательством. Это регулируется законом Республики Беларусь о растительном мире. Для того, чтобы определить дерево, которое подлежит удалению, а это может быть дерево, то, которое несет опасность. Несет опасность, это прежде всего деревья, которые, значит, поражены стволовой гнилью, наклонены, сухостойные, ну, либо они представляют опасность для жилых помещений. У нас в городе Гомель определены три таких организации. Это Красная Гвоздика, Кермаш и Линия Сноса. Значит, эти организации определены местными органами власти, Гомельским госполкомом. Они обследуют непосредственно само дерево и дают заключение свое о том, что это дерево, ну, должно быть снесено, либо оно здоровое, нормальное, и его нельзя снести. А жители этой территории, они могут ознакомиться с заключением? Ну, каким-то образом можно его обнародовать, чтобы это не стало вдруг сюрпризом, когда под твоим окном спилили вишню в цвету? Ну, здесь необходимо обратиться в местные органы власти, и они должны прокомментировать и представить соответствующую информацию. Ну, да, наверное, а также никто не предупреждает, да, об этой работе? Как таковое, да, о работе не предупреждают, но я хочу сказать, здесь есть и такой момент. Значит, когда у нас, как вы, вот, гомельчане помнят, в феврале месяце у нас было несколько случаев, там, 8 случаев, когда деревья, находившиеся в опасном таком состоянии, рухнули, повредили порядка 13 автомобилей. Ну, наверное, вот владельцам этих автомобилей, ну, пожалели о том, что эти деревья не были спилены своевременно. А можно определить достоверно, не рухнет ли это дерево при сильной скорости ветра? Ну, скажем так, всю учесть это, естественно, невозможно. Есть у нас и деревья, которые ломали все, когда была непогода, и те, которые были и здоровые, и нормальные, и их даже более того, не просто там ломало, а выкручивало с корнем. Да, бывает. Андрей Николаевич, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Хочу задать вопрос вашему гостю. Значит, Кирово 44. В 2005 году была расширена проезжая часть улицы Кирова. И очень приблизилась к нашему дому. Дом наш очень старый, 85 лет ему от роду. Значит, проводилась реконструкция дома, наружная, двора и так далее. Значит, в 2005 началось, в два этапа, в 2009 закончилось. Нам пообещали, что в конце окончания этой реконструкции нам сделают озеленение. Если невозможно будет высадить какие-то деревья, то посадят кустарник вдоль. Дом у нас очень длинный. Вот. Ничего от этого момента и обещали во дворе сделать озеленение надлежащее, потому что много деревьев сносили. Ничего. Вот у нас на руках осталось письмо той датой. И горы с полкомом, и рай с полком. И все обещали. А воз и ныне там. Но деревья у нас во дворе некоторые есть, остались. Но эти деревья никто не обрезает, никто не прикладывает никаких усилий, чтобы их оккультурить. У нас есть деревья, которые выше нашего четвертого этажа, может быть, метров на 20. Поняли вас. Спасибо большое. Сейчас постараемся разобраться в том, что вас тревожит. Андрей Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Спасибо за вопрос. Я думаю, что по этой улице Кирова, да, были обращения к вам подобного рода. Немножко не так. За время, пока я работал в данной должности, таких обращений к нам не было. Но я хочу сказать, женщине, обратившись с этим вопросом, что, да, действительно, допускается удаление, значит, объектов растительного мира, когда проводятся какие-то строительные работы, при этом в обязательном порядке предусматриваются компенсационные высадки. Это то, что вот ей и обещали. Значит, что касается непосредственного исполнения вот этих компенсационных высадок, конечно, мне сложно сказать. Сложно сказать. Мы это возьмем к себе на контроль. И, ну, я не знаю, каким образом нам проинформировать заявителя о том, что... По телефону. По телефону, да, у нас есть. Номер телефона, да, пожалуйста, оставьте, и вы получите разъяснение по вашему вопросу. Я думаю, что стоит поднять этот проект. Конечно. И посмотреть, что же на самом деле там должно было быть и что в итоге выполнено. Давайте продолжим. Конечно, удаленные, больные, старые, поврежденные деревья, они должны быть компенсированы и для города, и для леса. Андрей Николаевич, расскажите, пожалуйста, какое внимание уделяется этому вопросу? Значит, ну, эта тематика у нас постоянно находится на постоянном контроле. Я вот хотел бы обозначить вот в интернете, в сильных новостях, вот, были несколько фотографий о том, значит, как у нас на Гомельщине, значит, были удалены, значит, это в чонках. Там три сосны, три вековые сосны, конечно, очень красивые. Мы выехали, посмотрели наши специалисты эти деревья, посмотрели те документы, которые оформлены были, значит, для удаления данных объектов. Ну, документы оказались в полном порядке. Деревья действительно были поражены верховым короедом, имелись, значит, поражения гнилью, поэтому здесь нарушения законодательства не было. Есть у нас также, это в сильных новостях, была информация о валке деревьев, значит, в районе остановки, значит, Волотова. Волотова, значит, возле железной дороги. Здесь также посмотрели документы, ознакомились с ними, значит, составлены документы в соответствии с действующим законодательством. Удалению подлежит, к сожалению, 270 деревьев. Но эти все деревья предусмотрено удалить тем, чтобы они не создали опасность для железной дороги, для граждан, ну и в связи с тем, что ряд этих деревьев поражены, опять же, болезнями. Это на самом деле, да, серьезная проблема и действительно у людей, которые живут рядом, которые привыкли к этим деревьям, которым их жалко, конечно, жалко их потерять, у них совершенно другое мнение о ситуации, чем у людей, которым это дерево упадет потом на машину, не дай бог. Поэтому правильно, что есть обследование, что есть документы. Задача ваша это уже контролировать, насколько эта ситуация в рамках закона. Андрей Николаевич, мы обсуждали резонансные случаи. Есть еще один, нам пришел вопрос на Вайбер. Наверное, вы его помните. Касается нападения ворон на детей в одном из детских садиков. Там, где было сбито воронье гнездо, и вот таким образом птицы решили людям отомстить. Вопрос в следующем. Вороны нападали на прохожих и клевали в голову, кто был прав, а кто виноват в данной ситуации, и как правильно нужно было поступить при обнаружении гнезда. Прокомментируйте, пожалуйста, потому что я думаю, что вопрос тоже актуальный. Здесь достаточно сложно сказать, но как поступить при обнаружении гнезда. Есть установленный порядок о том, когда можно производить обрезку деревьев. Я так понимаю, что вот это было гнездо сбито в связи с какими-то проводимыми работами. В настоящее время не допускается проведение обрезки деревьев там, где имеются гнезда птиц. Обрезка деревьев может производиться после того, как уже птенцы вылупились и вышли с гнезда. У нас и по Гомелю вот буквально недавно был случай о том, что наша инспекция городская оштрафовала гражданина, который вот сбивал гнезда ворон. Ну вот такая вот. То есть ликвидировать гнезда птиц незаконно? Нельзя их разорять, нельзя туда подниматься? А уже после того, как вырос молодняк в Сече, кого вызывать? Коммунальные службы для таких работ? Значит, если, значит, ветки... Ну, опять же, возникает вопрос обрезки деревьев. Для чего мы обрезаем деревья? Есть ли с тем, чтобы, ну, скажем так, птицы-то уже вышли с гнезда, здесь нет гнездования их. Если ветки эти мешают, значит, инсоляции там, помещений и так далее, то, да, есть у нас служба, это ЖКХ, значит, их приглашают, они будут, сделают обрезку деревьев. Если кому-то мешают вороны спать? Ну, если кому-то мешают... Попадает на кого-то ворона, предположим, такую ситуацию, что правильно, как правильно поступить? Переехать? Ну, гнезда разорять нельзя, и птиц трогать нельзя, поэтому как-то нужно будет с ней, видимо, приручить ее. Давайте продолжим. Хотелось бы успеть обсудить вопросы, поднятые в сюжете. Вопросы касаются порядка на наших территориях, порядок с мусором. Конечно же, ну, никак не стыкуются. В каком состоянии после зимы вышли зоны отдыха и прибрежные полосы водоемов? И знаешь, что вот здесь как раз природоохранная служба прошлась, сотни килограммов вынесла на себе. Неужели вот за один сезон это действительно так накапливается, такое количество мусора? Ну, значит, что хотелось бы сразу отметить. В связи с тем, что у нас, ну, поводок в текущем году на Гомельщине сохранялись достаточно долго, то работы по наведению порядка в прибрежных зонах, в зонах водоемов, в зонах мест отдыха возле водоемов, они несколько сместились. Если планировалось у нас по плану это провести в апреле месяце, то приходится, значит, проводить только в настоящее время. И то не во всех еще местах. Значит, конечно, очень много, как показал наш рейд, наш рейд, значит, было выявлено вот этого собравшегося после зимы мусора. Здесь у нас при очистке водоемов было привлечено порядка, порядка трехсот человек. Значит, прошли и очистили 17 километров вдоль вот этих водоемов. Значит, ну, это то, что, как говорится, мы навели порядок на отдельных объектах. Сейчас же, вот после того, как Паводок спал, всем службам, это службы ЖКХ в первую очередь, за ними закреплены зоны отдыха, это в городах, предложено принять меры, пройтись и поочистить эти. Андрей Николаевич, а кто отвечает за то, чтобы в зонах отдыха были установлены контейнеры? Вот если их нет, тогда, ну, вроде как, не предъявишь людям претензий. Ну, нет контейнера, ну, ни с собой не всегда увезешь. Ну, конечно, понятно. А кто за это отвечает, к кому обратиться? Значит, за это отвечать должен тот землепользователь, за кем закреплены эти зоны отдыха. Как я говорил, это в основном службы ЖКХ. Значит, вот при подготовке к купальному сезону в текущем году у нас предусмотрено, что должны быть установлены 162 малые архитектурные формы, информационные знаки, обустроено 16 автомобильных парковок, установлено дополнительно 71 контейнер для сбора отходов. Хорошо бы, да, чтобы за ними кто-то потом приезжал. Андрей Николаевич, есть у нас звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, вы уже в эфире, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Николаевич, это грамменька вот с улицы Советской, с общежития. Езжу постоянно по улице Советской до универмага, в эту сторону, с малым иногда к цирку, к фонтанам. И вот в районе, начиная от где-то троллейбусного парка и до самолета, вот пересечения Советского Малычука, стоит, наверное, несколько лет уже березы, каштаны и просто верба там вот ближе к туда, к самолету. Полностью сухие. И уже несколько лет никто не обращает внимания, чтобы их убрать с зеленой зоны. И еще один вопрос. Напротив, наше общежитие поставили в конце Советской вот остановку ведра автоматика. Но мусор на ни ведра, ни какого-то приспособления тоже нету. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, да, за вопрос. Значит, мы обязательно посмотрим, если там действительно находятся сухие деревья, то они в обязательном порядке должны быть удалены. Значит, здесь мы тогда дадим поручение соответствующим службам по удалению деревьев. Что касается обеспечения мусорки на остановочном пункте, значит, гидроавтоматика, это у нас отвечает троллейбусный парк. Значит, это их зона ответственности. Тоже дадим поручение, установят там мусорку. Спасибо большое. Хотел бы продолжить и посмотреть результаты нашего видеоопроса, который мы сняли. Мы предложили людям на улицах порассуждать о проблеме раздельного сбора мусора. Если честно, эта фишка как раз последние годы для меня. Я уже у себя в квартире стал делать отдельные пакетики для бумаги, для бутылок пластмассовых. Так что я только за. Ну, отношусь я нормально к этому, а сам я занимаюсь всегда по раздельности все разбрасываю. Это обязательно надо, это естественно и нормально. Так должно быть по определению. Это помогает очищению нашей природы от грязи. И, ну, очень будет хорошая тогда растительность. От этого мы лучше жить. А вы дома сортируете отдельно бутылки пластмассового бумага? Да, мы туда бутылки выносим отдельно, стекло отдельно. И, ну, как бы, пластиковые какие-то вещи тоже отдельно. Да, занимаемся. Только я не с этого города, а с Бобруйска. Но этим занимаемся тоже Бобруйска. Да, я считаю, что нужно заниматься разделом мусора, потому что, ну, пластик должен находиться в специальном контейнере, ну, и стекло тоже. Стекло, пластик и отдельные отходы. Выставлены у нас там ящики и так далее для сбора мусора, поэтому пытаемся так делать, считая, что это разумно. Как вы считаете, а почему этим занимаются не все? В общем, в контейнере можно увидеть и стекло, и пластик, и бумага. Ну, дело в том, что это зависит уже от культуры граждан. То есть, чем выше культура, тем больше понимания. Диалог в прямом эфире. Андрей Николаевич, слышала, что в стране собираются ввести залоговую систему на тару, банки и бутылки. Насколько это реальная перспектива, и насколько это может нам, поможет нам научиться и природу беречь, и экономить. Потому что мнение, конечно, телезрителей, людей, гомельчан по поводу раздельного сбора порадовали. На самом деле, культура людей экологическая становится выше. Это уже заметно, это очевидно. Я надеюсь, что все, кто эту идею одобряет, еще и как-то старается ей следовать. Какой-то новый уровень развития нашего общества. Хорошо, чтобы все мы к этому пришли. Но залоговая система, наверное, бы поспособствовала. Ну, действительно, национальной стратегии по обращению со твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами. В Республике Беларусь на период до 2035 года. Значит, утвержденная Советом Министра в Республике Беларусь. Она предусматривает внедрение депозитной или так называемой залоговой системы обращения с одноразовой потребительской упаковкой. Введение данной системы является также, значит, одной из составляющих мероприятий, государственной программы, комфортное жилье и благоприятная среда. Значит, что здесь, какая цель внедрения этого? Это создать экономический стимул для потребителей вернуть использованную упаковочку. При этом стоимость будет включена в залог. При возврате пустой упаковки сумма залога возвращается. Что это нам даст? С одной стороны, конечно, это будет у нас эффект, как у нас многие, наверное, телезрители помнят. Была в свое время установлена молочная посуда. Значит, другая стеклянная тара возвращалась. И там 15-20 копеек возвращалась это покупателям. Значит, в эту депозитную залоговую систему, ну, планируется включение упаковки из стекла, PET-бутылок, металла. Значит, ну, оценочная стоимость вот этого всего проекта, где-то 1,8 миллиарда единиц вот этого обращения в упаковочной этой тары. Значит, ну, конечно, это не планируется, что будет распространено на детское питание, ну, и вот молочные продукты. Хотя у нас было в свое время на молочные продукты это также распространялось. Ну, и от внедрения этой системы планируется, что где-то уменьшится наше, то, что мы выбрасываем в отходы, где-то процентов на 10. Значит, ну, и сегодня, это то, что мы говорили о депозитной, значит, залоговой цене, это нам даст 10%. В то же время, сегодня мы также проводим определенную работу, это вот раздельный сбор отходов. Задействованы у нас станции по переработке, которые позволяют из общей массы поступающих коммунальных отходов выделить то сырье, которое является вторичными материальными ресурсами. Андрей Николаевич, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Следующий вопрос ваш, пожалуйста, задавайте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Милешка Марина Николаевна, я бы хотела задать вопрос, очень такой, наверное, всех это интересует, центральный пляж. Что не так на пляже? Да, вот, я сегодня, я любитель ездить на велосипеде, я проехала очень далеко, я уже пенсионерка, очень давно, но пляж в ужасном состоянии, и не только сейчас после навознения. Что вы имеете в виду под ужасным состоянием, что вы подразумеваете? Мусор, очень много мусора, бутылки, пакеты, все. И это иногда в течение всего лета. Скажите, пожалуйста, будут ли работать в этом году дворники, уборка, вывоз правильно мусора? Спасибо вам. Спасибо. Значит, ну, что я хочу здесь ответить, действительно, я тоже был на центральном пляже, вода там, паводковые, вот воды, они ушли, но буквально там еще влажная сама земля. Но уборка там была, есть и будет, и будут это проводить коммунальные службы города Гомеля. Ну, я думаю, что и перед началом купального сезона, конечно же, корреспонденты наведаются, журналисты посмотрят, как, какова готовность, но пока там еще вода стоит. Андрей Николаевич, три минуты до окончания эфира есть сообщение, пришедшее на Вайбер. Живу на первом этаже многоэтажки, могу ли я спилить куст сирени, который затеняет комнату? Правили человек, ну, куст, не дерево вроде бы, да, самовольно его удалить? Нет, не имеют права. Да, это один из тех моментов, о котором я говорил, когда растительное, значит, растение, будь то дерево, будь то кустарник, значит, создает неблагоприятные условия для проживания человека, здесь уменьшает инсоляцию, да, необходимо обратиться в местное, как говорится, по месту жительства, в домоуправление, и это да, и они помогут это решить вопрос. Есть большое очень сообщение, очень сложное, очень эмоциональное, от жителей поселка Знамя Труда, ситуацию я знаю, Андрей Николаевич ситуацию знает, на самом деле. Абсолютно верно. У людей достаточно много накопилось проблем экологических, тут вопрос и в качестве воды, и в том, что там произошло с полигоном бытовых отходов, да, и то, что с деревьями происходит, и люди имеют право требовать, чтобы с ними встретились, и им ситуацию объяснили. Андрей Николаевич, по-моему, уже такие встречи проходили. Абсолютно верно. Проходили встречи, и буквально, я могу сказать, недавно проводился там сход, когда, значит, там участвовали местные органы власти, участвовали представители, в том числе и нашего комитета. Значит, было определено, значит, что та площадка временная, где захоронены или были собраны ранее коммунальные отходы, она будет еще раз проверена, проверена, и в случае, если там будут обнаружены, что какие-то, значит, отходы были захоронены, то будет принято соответствующее решение. Со своей стороны, я хочу сказать, что, действительно, вопрос это удаление отходов там непростой, непростой. Более 15 лет, ну, скажем так, это была площадка, значит, ну, вот принято решение, 2000 тонн оттуда было вывезено на другие полигоны, и я думаю, что местные органы власти в соответствии с нашим предписанием доведут это до логического завершения. Я думаю, Андрей Николаевич, что нужно встретиться всем заинтересованным людям и природоохранной службе, и местным органам власти, и людям поговорить, объяснить, какой план действий, что известно на данный момент, что будет дальше происходить, чтобы не было пустых каких-то кривотолков вокруг этой ситуации, чтобы люди знали, какие у них перспективы. Потому что, действительно, хотелось бы, чтобы в год Малой Родины уже как можно большее число вот подобных вопросов было снято уже в 21 веке, мне кажется. Как-то нужно цивилизованно их решать и договариваться. Есть еще одно сообщение по поводу сухих деревьев. Я его обязательно Андрею Николаевичу передам, и ситуация будет на контроле, так ведь? Конечно. Спасибо вам большое. К сожалению, время наше уже вышло в эфире. Благодарю вас за такой интересный конструктивный диалог. Спасибо. Спасибо зрителям. Председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Николаевич Сущевич был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok